Здравствуйте! Вы нас слышите? Да! Здравствуйте! Здравствуйте! Ай! Что ты мне устал? Если ты устал по жизни, мне не радует тебя. Поищите Верхотурь, там такая красота. Верхотурь город дивный. Представляю его вам. Здесь духовный центр. Урала и земель Сибирский станет. В царстве Козного Ивана Бабинов в тайге бродил. И в Сибирь сквозь камень дикий государю путь спрямил. Так, вот Верхотурь – это один из городов, который ходит в число Серебряного кольца Урала по путешествиям храма. Значит, он был построен, этот город, в 1598 году, как таможня на пути в Сибирь, в центре православия. Ребята говорили, что это у нас первооткрыватель Бабинов. Вот такой вот небольшой город с высоты птичьего полета. Ну, конечно, он у нас немножко побольше, чем здесь изображен. Но вы можете его увидеть в таком виде. Главная площадь нашего города – здесь у нас находится гостиница Соболь. Она недавно построена для туристов. Дом культуры. Он раньше был дом воеводы. И библиотека имени Мухлынина тоже в 1905 году построена. Это был самый первый депутат. Памятник в честь 400-летия Верхотурья и Верхотурский Кремль. Так, это герб города. Самый старинный герб города у нас был в 1783 году. Вот вы наблюдаете. В нашем Верхотуре сколько школ, ребят? Шесть. Шесть школ. Самая старая школа была какая школа? Старая наша. Нет, самая старая. Гимназия. Верхотурская женская гимназия. Она была основана в каком году? В 1906 году. Ей нынче исполнилось 111 лет. Это была женская Верхотурская гимназия, рядом мужская гимназия. Она была основана на 10 лет позже, то есть в 1916 году. И до сих пор эти школы действующие, много раз они реставрировались. Также достопримечательностью нашего города есть замечательный такой музей. Дом для гостей расположен в деревянном доме, построенном без единого гвоздя, по легенде. Этот дом был построен специально для Григория Распутина, который намеревался лечить здесь царевича Алексея. Залы Краеведческого музея Верхотурья рассказывают о том, что происходило раньше в нашем городе. Музей интересен тем, что сохранил себе сам дух древности и экспозиции. Но, к сожалению, тут было у нас несколько лет назад, что музей сгорел. И его снова восстановили. Он сейчас выглядит совершенно так же, как и вот выглядел раньше. Еще у нас очень такая достопримечательность. Какая, ребята? Висячий мост! А за висячим мостом вы можете наблюдать на первой картинке Кремль, который изначально был построен, пока еще не было города Верхотурья. Итак, Краеведческий музей еще у нас есть, который тоже находится в амбарах кремлевских стен. На Кремле, который мы показывали, Кремль самый основной-то у нас. Сейчас в этих амбарах находится Краеведческий музей, который рассказывает о том, как Артемий Бабинов, вот мы его тут тоже вам предоставляем, организовывал дорогу, дорогу в Сибирь, по которой ездило очень много людей с различными продуктами деятельности и осуществляло торговый ход. Ну, небольшие памятники великих событий, великих времен. Самый большой посередине это у нас в Великой Отечественной войне памятник. Он находится за стенами мужского Николаевского монастыря. Мы там каждый раз тоже в великие праздники бываем, чтим память погибших людей. Есть у нас вот памятник Малышева, который находится возле нашей именно школы Малышева, революционера. Еще сохранился памятник Владимиру Ильичу Ленину, там детская площадка недалеко находится. И тоже памятник возле женской гимназии, тоже павшему герою, который защитил немецкую девочку. От фашистов же от самих от них. Например, вот такие яркие гуляния праздничной Святой Троицы. У нас всегда замечательные, красивые костюмы, которые предоставляют музеи. И вообще люди сохраняют у себя дома и в празднике снаряжаются в различные костюмы русских народов и различных других народов. Рождественская ярмарка сохранила до сих пор свои корни. Мне тоже у нас различные мероприятия проходят. Масленица, День города обязательно. Ну, во-первых, хочу представиться. Меня зовут Ирина Владимировна. И мы представляем среднюю девятнадцатую школу. У нас больше школ, чем в вашем городе Верхотуре. Ну, у нас самая обычная средняя школа. Сегодня ребятишки со мной. Это второй класс. Ребята, давайте мы по-маленечку сидим. Сидите по одному, по одному, что у меня совсем. Да, конечно. Поздоровайся. Ну, мы репетировали на английском языке, но я думаю, что, наверное, и на русском. Давай. Меня зовут... Смотри. Меня зовут Екатерина Ватарик. Я учусь в втором классе девятнадцатой школы. Привет. Меня зовут Екатерина Ватарик. Я учусь в втором классе. В радиобакане. Можно мне вставать? Ветерина Ватарик. Ветерина Ватарик. Ветерина Ватарик. За собой пока. Дай, дай, дай. Если ты друга не встретишь, а жаль, жаль, жаль. Ей помочь на цветной. Если рядом с тобой вдруг. Друга опять не забудь, путь. Друга вверх всегда путь. Песня не зря забирает друзей. В круг, в круг, в круг. Делает пуры денек веселей. В друг, друг, в друг. Ты не похож на цветной. Ветерина Ватарик. Ветерина Ватарик. Друга вверх всегда путь. Что у вас есть в городе Абакане? В городе Абакане есть парки. И у нас есть парки в площадке. Я тут сфотографировала, что у нас там на улице творится. Если получится, я сейчас покажу. Ново-Уральск, а не Северо-Уральск. Это наш город Ново-Уральск. Тысяча какой? Восемьсот пятьдесят четыре. Город Ново-Уральск расположен на юго-западе Сверхознанской области. Слушайте. Наш город был основан на феврале 1941 года. Он такой молодой. Ему всего шестьдесят три года. А в девятьсотке, представляете, он на 1954 году. На нашем гербе нарисован атом, а вокруг него вращаются электроны. Потому что наш город очень важен для Урала. В нем находится уральский электрохимический комбинат, в котором обогащают уран. А это, похоже, атом Градов. Здорово. Хорошо. Это относится к системе Атом Градов. То есть наш город относится к системе Атом Градов. И Росатом. Замечательно. Это наш флаг. На границе Европы и Азии, которые обозначают красные и синие стороны, находится город. Орбиты с электронами указывают на... Там, где каменный пояс устало распростерся на тверде земной. Там, где не его спешит с перевала, умывая рассветы волной. Там, где труд живописный разлился. Парус манит, и чайки кричат. Город Новоуральск поселился. Самый лучший из всех. Атом Град. Здесь живут люди сильные духом, укротившие атом войны. Чтоб не сеял он смерть и разруху, а работал на благо страны. Видите, как красиво там? Просто примечательность Новоуральск. Покупший горячий полочек. Красивый парк. Видите, такой красивый парк уникальный. Есть. Есть эти потом камень и турнир, в общем, горячих точках. То есть, это кто вот в горячих точках поддерживает? Ты был основателем города Новоуральска. Ты был основателем города Новоуральска. Саша? Саша, смотри, где они баллились. Они обображают французы. А внутри... А внутри... Основателем внутри, да? Наверху атом. С телек атом. И основателем. С шарик атом, да? Как раз на атом. Как раз на атом. Это мемориал Вечный Огонь. Красиво, да? Красиво. Наш любимый лицей. Ох, это они здесь. Да. Он с физико-математическим углом. О-о-о, красиво. Красиво, красиво. Какие молодцы-то. Это наша эмблема. Так, и у каждого из нас такая эмблема, вы, наверное, видите, да? Это эмблема класса или школы? Эмблема класса или школы? Нет, школы. Это школы 56. Это нашего лица эмблема. Там у нас тоже есть эмблема, мы не подумали. Так, мы принадлежимы к школе Росатова. У нас даже конкурсы есть с нашей школой. Мы голосовали за нашу школу. Молодцы. Ой, спасибо. Наш дружный четвертый А-класс. Это мы, когда готовились к... Ну, когда мы выступали. Мы, когда к 9 мая готовились. Это был наш сам последний наш смотр в строе песни. И мы получили первое место. Почему? Да, нам очень повезло. Мы занимаемся, мы занимаемся, мы занимаемся. А в прошлом году, позапрошлом уже, для нас, мы заняли только третье место. Ну ничего, это тоже хорошо. Это наш день знаний. Первое сентября. Первое сентября. Привет. Привет. Можно вам нашу школу сказать? И учителя, и дети. Еще у нас учителя пели песню. Любовью из Новоуральска. В форум скажите, три, четыре. Мы вас любим. Спасибо. Мы споем песню «Четыре таракана и сверчок». Ну, мы приготовили туда микрофон, например. «Четыре таракана и сверчок» Дедушки за печкой в компании сидит, И распевая песенки, усами шевелит, Поужинали вместе и ложатся на бочок Четыре неразлучных таракана и сверчок. Как-то на всю ораву яду старик добыл, Всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, на утром полезно печь, А там веселая компания за печкой усидит, И распевая песенки, усами шевелит, Поужинали вместе и там ядовитый порошок, Четыре неразлучных таракана и сверчок. Кладнул наш детсертика, и перед тем, как лечь, Талон и динамитом разворотил всю печь. Ночью утром старик задумал мусор убрать в углу, А там веселая компания на тараканах сидит, И распевая песенки, усами шевелит, Поужинали вместе и ложатся на бочок, Четыре неразлучных таракана и сверчок. Поют, достойный пищи, В помощь внутри зелый свет, Сбежал до Антарктиды от фардирантов дед, Прибыл на Южный полюс, Открыл свой сундучок, А там веселая компания под крышкою сидит, И распевая песенки, усами шевелит, Подмигивают весело, здорово, старичок, Четыре неразлучных таракана и сверчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Сколько у вас храмов обоим городам? У нас есть одна церковь, И еще от Сергея Радни. В нашем городе Верхневенске тоже есть церковь. А в городе Абакан? У нас есть один большой собор, Ну и много церквей, Достаточно много уже сейчас церквей. Я не помню количество точное, Наверное, около 7-8 месяцев церквей есть. А в городе Верхотуре меньше Москвы. Ну или Санкт-Петербург, Поскольку меньше Москвы. Есть, есть. Поскольку ваш город меньше Москвы. Поскольку ваш город меньше Москвы. Вот такие у нас вопросы возникают. Наш город Новоуральск очень маленький. В нем живет всего-то 80 тысяч жителей. И он совсем-совсем такой... Москвы, конечно, он несколько тысяч раз, наверное, меньше. Для любого, другого, другого, другого. Прочитать, какой необычный наш город Новоуральск. Наш город очень прост, Но можно дать пять звезд. Он милый, симпатичный и очень эскатичный. Этот город грудок, хоть и мал, Но похож на Большой Ямал. Каждый день тут меня удивляет, То ледышки на носу, то жара немая. Каждый день тут хорошо, Каждый день другая, родина родная. Михаил Буэлоусов, Новоураль. Как зима своим холодом, Как рука пятью пальцами, Я горжусь своим городом, Всеми новоуральцами. То, что нет городов таким, То никем не доказано. Все ж красивее он других. И вот этим все сказано. Я на своем рисунке нарисовала Наш кинотеатр, Памятник Стелла. И памятник погибшим в горячих точках. Меня зовут Кристина, И я хочу прочитать стихотворение Про город свой. Алекс Шевчук, любимый город. Наш город похож на рассвет, Он яркий и молодой. Других городов в мире нет, Где так хорошо нам с тобой. Раскинулся он среди гор, Там речка Бунарка течет. Он носит зеленую гор, Слава ему и почет. Любим мы город свой, Его красоту аллей, Красивый и ровный строй, Улиц, замок, площадей. Он утром встречает нас, Объятия свои распахнув. Нам имя Новоуральск, Как песня ласкает слух. А сколько у вас музеев? Меня зовут Надя, Мне восемь лет. Я в тетям классе. Сколько у вас музеев? Илья, подхватит. Поговорим, а тебя зовут, Что интересное, Супрогород? Мы вам вопрос задали уже, Прошу вас. Вы не услышали, Повторите. Сколько у вас музеев? У нас один музей, Но он очень интересный. Меня зовут Илья Копырин. Мне 10 лет. Я хочу вам рассказать Очень интересное про город. Он находится рядом с пересечениями, С границей Европы и Азии. Это очень интересно. По всей границе есть много столбов. В нашем городе очень свежий воздух. Все чисто. Наш город находится в лесу, И поэтому там такой свежий воздух. В нашем лесу есть речка Бунарка и Ольховка. И они вступают друг в друга. То есть как бы Ольховка втекает в Бунарку. И получается двойная река. Либо Ольховка, или Бунарка. Часть всего ее все-таки называют Бунаркой. Наш город очень закрытый. Так что не всем получается туда въехать. Нужны специальные документы. У меня также есть свой канал. Называется он Илья Копырин. На нем 15 подписчиков и много видео. Можете зайти. Если будет желание. Песенку готовы спеть? Да! Мы вам просто приготовили песенку караоке. Мы хотим спеть с вами караоке. Готовы, ребята? Да! Сейчас я включаю видео. Один куплет споем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам большое. Мы тоже очень были рады с вами поговорить. Молодцы. До свидания. Пока!